Всем привет! Сегодня ваша любимая рубрика про муравьев. Как видите, мои мурашки поживают очень неплохо. Как всегда, они полностью в заботах. Одни ходят по арене в поисках еды, другие хозяйничают внутри муравейника. Вы, наверное, заметили, что муравьев стало гораздо больше. Очень много появилось молодых мурашек, а также очень много яиц и куколок, из которых вскоре будут новые муравьи. Короче, семья растет и увеличивается. Но сегодня речь пойдет про тлю. Тля – это такие маленькие насекомые, которые сосут сок из листьев растений. Вы, наверное, замечали на листьях деревьев вот такую картину. Эти маленькие зеленые жучки в центре листа – это и есть тля. Но что же тут делают муравьи? Оказывается, муравьи пасут эту тлю, как своих коровок. Охраняют их от хищных насекомых и всячески заботятся о них. А все потому, что муравьи питаются сладкими капельками, которые выделяет тля. То есть тля – это как бы коровки. А муравьи – их пастухи, которые доят этих коровок. Если посмотреть внимательно, тут почти на каждом листе пастбище. А муравьи постоянно шныряют по стволу деревьев и по веткам и уносят сладкий сок обратно в муравейник, чтобы накормить свое потомство. И я решил провести эксперимент. Взять листок с этой тлей, предварительно, конечно, сбросив чужих мурашек, и положить его в свой муравейник. Интересно, как отреагируют мои муравьи на тлю? Главное, чтобы тля никуда не убежала с листа, пока я донесу ее домой. Итак, я дома. Все нормально. Тля по-прежнему сидит на листке. Вон как присосались. Ну что же, приступим к эксперименту. Я отрежу половину листа, чтобы он легко поместился на арену. Теперь кладем листик муравьям и наблюдаем. Сначала ничего не происходит. Муравьи еще не поняли, что это такое большое и зеленое им положили на арену. Но вот выбегает один бешеный муравей, хватает тлю, которая присосалась к листку, отрывает ее и давай сматываться, будто украл что-то. Потом пару минут, снова ничего не происходит. Но вскоре муравьи выбегают на листок и начинают по нему гонять, как бешеные. Они понимают, что здесь что-то интересное, но, видимо, при этом еще боятся. Но проходит еще пару минут, и муравьи осмелевают и начинают хватать бедную тлю своими челюстями и безжалостно поедать. Эй, чуваки, вы что? Это же тля. Ее нужно пасти, а потом доить. Она дает сладкие капельки. Но муравьи продолжают свое пиршество. Кстати, смотрите, некоторые из тлей уже поняли, что их сейчас тупо съедят и начали делать ноги. Вон, смотрите, как разбегаются. В общем, через 5 минут почти вся тля была безжалостно оторвана от листка и съедена. Ну, что можно сказать? Получается, мои муравьи не знают, что тлю можно доить. Ну, хотя бы поели белковой пищи. Устроили небольшую охоту, так сказать. А то все время одни семена едят. Вот такой вот получился небольшой эксперимент. Надеюсь, вам было интересно. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока!